Лыжный стадион Тирвас принял этап Кубка России по ездовому спорту. Эти соревнования в Хибинах провели впервые. География участников от Иркутска до Мурманской области. Шумно не то слово, чтобы описать утро выходного дня на лыжном комплексе Тирвас. Кировск впервые принял этап Кубка России по ездовому спорту. Большое мероприятие для нас новое. Областные соревнования мы проводили. И, конечно, там было не меньше участников и менее серьезные требования были к организации работ на трассах. Огромное спасибо хотел сказать организаторам соревнований этой федерации ездового спорта Мурманской области и компании Фосагра за предоставленные призы и помощь в организации проведения мероприятия. Это то мероприятие, на которое болельщики приходят сами заблаговременно, чтобы сполна насладиться обществом четвероногих спортсменов. И проводят здесь целый день до окончания гонок. Ездовые породы собак отличаются редким человеколюбием. Они способны терпеть даже самого назойливого собеседника и при этом доставить радость. В Кубке у нас участвует 16 спортсменов. В празднике Севера 46 стартов. А сколько всего собак? Я думаю, с учетом собак, которые пришли поболеть, которые пришли пообщаться, потому что молодых собак очень часто привозят на соревнования для того, чтобы им показать, вот ты так вот уже скоро побежишь. Я думаю, что порядка стата наберется. Омск, Иркутск, Северодвинск, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Карелия и, конечно, Мурманский регион. Город Кировск сам по себе очень славный город и спортивный. Здесь очень много соревнований международного всероссийского уровня проходит. Я надеюсь, что это будет новая традиция для всех спортсменов, любителей весного спорта. В качестве напутствия небольшой творческий подарок. А то, что положено начало еще одной замечательной традиции, сомнения нет. Здесь встречает нас потрясающий лыжный стадион, трасса, которая доставит удовольствие, пожалуй, спортсмены из любого региона. И вот долгожданный момент. Итак, друзья, давайте поаплодируем первому участнику. Первыми стартуют участники в дисциплине скит-джоринг. Это гонка, в которой лыжник и собака работают как одна команда. За стартами наблюдают юниоры, которым предстоит проявить себя. А кто больше трудится вот в этой гонке, когда лыжник бежит вместе с собакой? Собака все-таки или лыжник? Ну, смотря какая собака. Если собака ленивая, то, наверное, больше участник тренирует. Ну, едет, скорость задевает. А если вот собака скоростная, то собака. Если мы говорим о упряжках, где две собаки, здесь, опять же, тоже от спортсмена требуется немаловажное усилие, особенно при подъемах в горку, потому что двум собакам может быть тяжело его тащить. Если мы говорим о больших упряжках, о шестерках, то здесь уже именно от гонщика требуется управление своей нартой и сработанность упряжки. У каждой дисциплины своя специфика. И от количества собак в упряжке скорость не зависит. Высокий результат большой компании – это прежде всего мастерство каюра. Многое зависит и от характера собаки. Тори чуть больше полутора лет, а он уже лидер шестерки. Самое главное, наверное, для собаки, мне кажется, которая стоит впереди, это вот прыть, это безумство в какой-то степени, потому что они зают темп, и от первой собаки зависит, насколько быстро они побегут. Первый Кубок России по ездовому спорту в Хибинах успешно состоялся и получил самые высокие оценки судейской команды и замечательные отзывы участников. А значит, пора готовиться к следующему. Аналитическое агентство Турстат оценило состоявшийся в Хибинах Кубок России по ездовому спорту как лучшие события первых выходных апреля. В рейтинг также попали горнолыжный фестиваль в Шерегеше, полуфинал Кубка КХЛ в Санкт-Петербурге и Архиз Фанфест.